Приветствую вас, прежде всего необходимо, наверное, указать на некий, не самый приятный процесс, который имеет место быть в вашей ситуации, это процесс перерастания партнёра. У вас данный процесс имеет место быть, правда не в такой форме, конечно, как он бывает, не так это проявляется у вас остро, на мой взгляд. Но, достаточно сильно, тем не менее, хотя я, конечно, могу ошибаться здесь, безусловно могу здесь ошибаться, но вот так мне видится ситуация на данный момент. Значит, что я имею в виду? Что я имею в виду? Все достаточно просто, мужчина с вами изначально занимал одну позицию, одно положение, сейчас он с вами по факту занимает другую позицию, другое положение немного. Вот, и, конечно же, это на него повлияло, потому что, если раньше он смотрел на вас одним образом, то сейчас он смотрит на вас уже немножко другим образом, вы для него представляете, ну, конечно, нельзя сказать, что он имеет меньшую ценность, да, нельзя сказать, что вы представляете для него меньшую ценность. Но, в то же время, очевидно, что эта ценность не увеличилась, хотя, как бы, в связи с тем, что человек получил новую должность, более престижную, более значимую и так далее. Вот, поэтому требуется, конечно, определенный уровень личностного развития, чтобы адекватно воспринять тот факт, что ты сам стал выше, а твой партнер, он стал несколько... ну, он остался там же, и по отношению к тебе, он из-за этого стал менее ценен. То есть, его ценность для тебя субъективно понизилась, хотя, в общем-то, все осталось по-прежнему. Вот, поэтому данный кризис, он имеет место быть, его нужно, на мой взгляд, принять, потому что, ну, это такая история, которая, в общем, является, на мой взгляд, абсолютно нормальной, абсолютно естественной. Вот. Особенно для молодых людей, особенно для людей, не очень удовлетворенных собой, вот, и я так думаю, что мужчина не был удовлетворен работой в офисе, вот, и, соответственно, наоборот, у него был вау-эффект, когда он стал работать ведущим. То есть, это для него, вот, свалилось, как что-то, вообще, такое, прям, нереальное, да? Вот. Значит, это первый момент. Второй момент анализации заключается в том, что как вы относитесь к этому факту. То есть, насколько вы уверены себя чувствовать. Несмотря на то, что человек стал выше, что человек стал позиционировать себя, как более ценный объект, субъект. Как вы стали себя чувствовать. Насколько хорошо вы себя чувствуете. К примеру. К примеру, а? С ним. С тобой. Так же, так ли вы в себе уверены, как были раньше? Вот вы перечисляете свои, образно говоря, ну, не заслуги, да, назовем это, свои действия, свои поступки, по отношению к молодому человеку. Вот что вы вкладываете в этот автобус? Какое значение они на вас имеют? То, что вы, например, ждали его так долго. Ну, из армии. То, что вы были с ним. И так далее. Вот. Мне кажется, что на этот вопрос вам желательно, желательно себе ответить. То есть, не было ли, не было ли для вас это жертвой, которую вы приносили человеку ради того, чтобы быть с ним вместе? Потому что, судя по следующему пункту, вы как раз таки именно это и делали, чтобы сжатывали. Хотя, безусловно, ну, могу ошибаться, могу быть не прав. Следующий пункт, который я хотел бы затронуть, заключается в том, что вы начали озвучивать предызии человеку. В связи с тем, что он, человек, ну, стало мало бывать дома. Вот. Хочется, конечно, спросить. Почему так? Какова основа для ваших претензий? Почему они появились, эти самые претензии? Мне кажется, это нужно поисследовать. Обязательно. исследовать, потому что история эта достаточно важная. И надо сказать, что когда вы говорите про скандалы, то в этих скандалах, помимо всего прочего, участвуете ещё и вы тоже. вы являетесь, как бы, учебником скандалов. И мне кажется, что очень важно поисследовать вот эти моменты, которые связаны со скандалами. Ну, вашими. Потому что именно вашего, именно вашего участия в скандалах, да, мне кажется, ну, можно и нужно поисследовать. Для чего, опять же, для чего поисследовать? Чтобы лучше отдавать себе отсчёт в происходящем. Вот. Дальше, значит, очень важно заметить то, что заметил мой коллега. что у мужчины стало пусто, возможно, из-за того, что вы, в том числе, устраиваете ему скандалы. Поэтому, значит, очень важно определиться, определиться с ответственностью за свои желания, за свои претензии, которые у вас появились, да. Вот, может быть, это ревность, может быть, это что-то ещё. Нужно определить это. Это нужно определить. Дальше. Значит, следующий момент. Вы говорите, что вы его очень сильно любите, и я задаю вам вопрос. Что вы вкладываете в это понятие? Как проявляется ваша любовь? Потому что ссоры и скандалы это не проявление любви. К сожалению. Ни в коем случае. Никак. Не проявление это любви. С другой стороны. С другой стороны. А вы говорите, что я хочу вернуть его отношения и его, как вы сказали, горящие глаза. Вот, хочется опять же у вас спросить, зачем лично вам, вот лично вам возвращать его глаза и его отношения, если вы человека любите? Вы поймите правильно. Я вас не обвиняю ни в чём. Моя задача прояснить ситуацию так, чтобы всё было понятно, чтобы всё было очевидно. Моя задача заключается именно в этом. Поэтому, поэтому я вам это озвучиваю сейчас. Дальше. Значит, вы говорите, как вернуть прежние отношения. Это сделать невозможно. Потому что... Именно прежнего отношения уже не будет. Потому что изменились вы. Изменился человек сам. Стать другим. А... И... Невозможно вернуть в прежние отношения. Невозможно. Но... Вполне возможно... Их сохранить, если вы... Озаботитесь... Своей... Самодостаточностью. То есть, если человек вот сейчас, да, он... Занят. Если человек сейчас... Переживает такой... Путь становления. И... Если... Ну... Сейчас... Человек вот... Не может... Проводить время... Время... Дома больше. А может быть не хочет. То очень важно... Создать... Для него... Условия, при которых он хотел бы... Возвращаться домой. Но для этого вам необходимо понять, что ему нужно. Собственно... Эээ... К чему и... В некоторой степени... Эээ... Ну... Призывает... Скажем так... Любовь. Вот. Твой вопрос... Заключается в том... Хотите ли вы... Этого? На мой взгляд... Это конечно... Очень... Такая... Важная история... Самое число... Если вы... Не хотите... Ээ... Для него что-то делать... Вот... То... Ну... Ситуация будет достаточно проблемной. Для вас. В том числе... А... Вот... Это... То... Что я могу вам... Сказать... В принципе... То-то я могу вам... Дать... То-то я могу... Вам... Порекомендовать... Сейчас... Сейчас... Вот так... Боитесь ли вы остаться одна? Ревнуете ли вы? Не уверены ли вы в себе? Эээ... Или у вас сейчас... Эээ... Куда меньше... Занятость... Например... Чем... У... Эээ... Эээ... Ну... У человека... Эээ... Мне кажется... Особого значения... Это не имеет... Так... Мне кажется... Что... В любом случае... Есть... Некие... Эээ... 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 Страхи... Эээ... Которые... Эээ... Вы... Проекцируете... Переносите... На... Молодого человека... Вот... И... В результате этого... Образуется данная проблема... В том числе... В том числе... В том числе... То-есть... Изначально был тот самый кризис... О котором я... Я... Сказал вам... А... Вы прибавили еще... Вот... Своим... Эээ... Своим... Отношением к этому... Эээ... Своей... По факту... Неуверенностью в себе... Неуверенностью в себе... Вот... И... Эээ... Эээ... Как бы... Тем самым... Подкрепили... Позицию... Человека... Относительно того... Что... Ну... Вы действительно... Для него... Менее ценны... Вот... И теперь... Вам нужно... Продемонстрировать... Что вы самостоятельно... Что он может делать... Что хочет... Но и вы... Тоже... Можете делать... Все... Что... Хотите... Ну... Вот... Эээ... Вот... Примерно... Наверное... Эээ... Эээ... Такая история... Примерно... Наверное... Такой ответ... Эээ... Вам можно... Дать... Я надеюсь... Что... Это было... Полезно... Надеюсь... Что это было... Эээ... Вам... Эээ... Эээ... Как минимум... Познавательно... Если понравился мой ответ... Буду благодарен... За его оценку... В качестве... В качестве... В качестве лучшего... Я желаю вам всего... Самого доброго... Удачи... И надеюсь, что... Ситуация... В качестве... Редрищит...